Как после войны, после 90-х годов и уже после 2008 года, как действует российская пропаганда в Грузии и в оккупированных территориях? Российская пропаганда это инструмент в их руках, который они используют для стратегических целей. То есть для них стратегическая цель возобновить влияние в постсоветском пространстве, в том числе и на Грузию, или, можно по-другому сказать, не допустить полного суверенитета тех соседей, которые были в Советском Союзе. И для этого у них несколько инструментов. Один инструмент это война, в которой они всегда провоцировали конфликты в странах. Война, в которой они практически напрямую участвовали в 90-х годах, потом уже сами воевали с Грузией в 2008 году. Это война, которая, по их мнению, это инструмент влияния на государство, чтобы, с одной стороны, они не развивались демократическим путем, экономика не развивалась. И, с другой стороны, чтобы это была, так сказать, преграда для интеграции в НАТО и в Евросоюз. То есть это один инструмент. Второй инструмент, который, конечно, с большей такой утонченностью работает уже в 2000-х годах, последние годы, это инструмент пропаганды, который они используют во всех странах и в Европе. Они провоцируют такие или содействуют экстранационалистическим сентиментам и так далее. И, конечно, они используют этот инструмент и в Грузии. Что самое главное? Ну, во-первых, конечно, надо думать вместе с нашими европейскими государствами, которые понимают угрозу, исходящую из этой пропаганды. Надо какие-то просто инструменты, рецепты какие-то. Это там несколько путей. Там можно ограничивать какие-то медиасредства, которые я не поддерживаю. Можно разоблачать те инструменты, которые используются. Это у нас, например, прямые агенты, которые... Агенты, то есть это и партии, и медиагруппы, и какие-то институты, и церковь тоже, которые они используют для распространения определенных месседжей. Их разоблачение, конечно, очень важно. Но я считаю, самое главное с точки зрения национальной безопасности, с точки зрения сопротивления этой пропаганды, это как позиционируется правительство само. То есть правительство борется с пропагандой или правительство содействует этой пропаганде. И вот тут, мне кажется, у нас проблемы с этим правительством, с нашим правительством, которые не только не борются с пропагандой, наоборот. Я бы сказала, они и сотрудничают с теми группами, которые пропагандируют, и сами содействуют, и сами распространяют эти месседжи пропаганды. И насколько актуальное правительство открыто для уменьшения пропаганды или российского... Вот как раз, да, самое главное, я с этого и начала, что проблема всегда, когда ты борешься с пропагандой, как правительство позиционирует. И тут, конечно, у нас проблемы, потому что это правительство начинает дискуссии на темы, которые просто очень опасны для нашего суверенитета. Первое, после войны это правительство начало дискуссию о том, что войну начала не Россия, а Грузия. И когда в стране, которая оккупированная, которая была под агрессией России, дискуссия идет не по тому поводу. И мы, например, даже оппозиция правительства спорим не по тому поводу, кто более эффективно найдет инструменты защиты нашей стране, в том числе международной, тут идет дискуссия, кто начал войну. И из-за ненависти предыдущего правительства, или я не знаю, какие тут причины, но это как раз устраивает российскую пропаганду, чтобы вот это четкости, наше единство нашей позиции, что нет, вот Россия это тот, так сказать, тот рубеж, где мы едины, и мы не обсуждаем такие вопросы, и это, конечно, очень создает раскол, так сказать, в обществе. И мы очень плохо выглядим и перед Россией, и перед международным сообществом. Второе направление – это рост зависимости, в том числе экономической зависимости Грузии от России. Вот это в цифрах очень хорошо видно. И никакое правительство должно было, наоборот, когда нам Евросоюз открывает рынок, мы должны все эти годы должны были сокращать зависимость от российского рынка и усиливать зависимость от, то есть интегрироваться более в европейский рынок. А тут и заявление нашего правительства, что мы без российского рынка не выживем. А это просто неправильно, потому что мы и выживем, и развиваться сможем. И что нам необходим российский рынок. И, например, после того, как Россия запретила полеты, почему-то наше правительство в истерике, они субсидировали полеты из России сюда. Вместо того, чтобы сказать, что на самом деле туризм не сократился. И европейских туристов у нас очень много. И наша экономика не погибнет, если Россия будет перекрывать какие-то пути. В-третьих, наше правительство не пытается мобилизовать международное давление на Россию из-за того, что Россия сделает Грузию. Например, мы создали список тех лиц, которые участвовали в убийствах грузин в оккупированных территориях. И в этих убийствах, конечно, участвуют российские оккупанты. И мы сделали список, который мы передаем международному сообществу. И говорим, что те люди, которые участвовали в убийствах грузин на этих территориях, должны быть санкцированы. И, конечно, правительство должно выявить тех российских офицеров, которые там участвовали. И они просто, несмотря на то, что у нас есть просто видео, лайв-видео, как российский оккупант стреляет, например, или как российские оккупанты участвуют в таких убийствах и криминальных актах, ни одного российского офицера в этом списке нет. То есть это отношение к России, чтобы как-то не раздражать Россию до той степени, что они просто не пытаются наказать тех российских офицеров, которые участвуют в таких криминальных актах. В-третьих, это, например, наши службы безопасности не выявляют российских агентов, а мы знаем, что их полно. В-четвертых, правительство очень тесно сотрудничает с теми открыто пророссийскими партиями и группами, которые как раз являются активными агентами российской пропаганды. Это люди, которые, например, говорят, что Америка — это зло, и при этом это насильственные группы. Это группы, которые, например, избивают сексуальные меньшинства в улицах, то есть вот прямо на улице избивают людей сексуальных. И это при этом они как-то оформляют как борьба за грузинские традиции, борьба против Запада и так далее. Этих людей не наказывают, их не судят, они просто пользуются лояльностью со стороны правительства. И в итоге у нас создается картина, что непонятно, куда идет Грузия, непонятно, в каком направлении мы движемся. Потому что вот эти пророссийские нюансы и шаги, конечно, очень плохо влияют на просто идентичность Грузии. Что за это станет? То есть через проправительственную прессу пропагандируются какие-то мессенджи о русской пропаганде. Кем финансируется эта пресса? Или есть такие... Ну, понятно, если государственные. Я не знаю, если у вас есть государственная пресса. Есть, но это, да. Есть государственная пресса, например, первый государственный канал. На этом канале не раз проходит и не государственный, но открыто проправительственный канал и меди. Такой национальный масштабный, очень большой канал, где как раз проходят какие-то передачи, фильмы, которые пропагандируют против НАТО, против Запада. И, конечно, особенно в случае государственного телевидения, мы ставим вопросы, почему на наши деньги, бюджетные деньги, вы финансируете такие передачи. Ну, ответов нет. И, конечно, это тоже очень так... Надо задуматься, почему должны такие передачи там проходить. Но еще более интересно то, что есть маленькие агентства, которые напрямую не финансируются правительством. Но это агентства агрессивно-ксенофобные, такие вот экстремистские агентства, которые напрямую там ругают религиозные меньшинства, ругают там хомофобию, ксенофобию. Они все это пропагандируют. И почему-то правительственные там министерства там делают рекламу. То есть они им платят деньги. Зачем давать рекламу вот этим совершенно агрессивно-экстремистским изданиям, да? Это единственное объяснение, это просто их поддержка. Это поддержка и политическая поддержка, что вот там располагаются какие-то рекламы каких-то министерств, и финансовая поддержка. И это тоже, конечно, декларирует вот это вот отношение, лояльное отношение к таким издательствам. И они, например, они за закрытие таких издательств. Пусть все пишут все, что хотят, но если ты против таких месседжей, тогда ты не должен их поддерживать. Они должны быть в изоляции, они должны быть маргинальными. А правительство им помогает, чтобы они не были маргинальными. И вот в этом вся проблема. То же самое. Например, правительство декларирует, что главная проблема Грузии и главные враги Грузии – это про западная оппозиция. Не имеет значения. Например, премьер-министр напрямую сказал, что мы вас уничтожим, про западную оппозицию. Ничего подобного не слышно в отношении пророссийской оппозиции. Наоборот, они сотрудничают, беседуют. То есть ничего подобного в их отношении такого нет. То есть, с одной стороны, вот такая агрессия к пророссийской оппозиции и лояльность к пророссийской оппозиции. За последние 10 лет Джорджа прогрессировала очень быстро. Вот после войны, например. И во время Саакашвили. А сейчас вернулась как-то назад? Или есть какие-то риски? То, что касается нашего развития, конечно, в течение всех этих лет такое ощущение, что Грузия идет назад. Конечно, я в оппозиции, я могу, я очень субъективна, но цифры говорят о том же. Например, если взять цифры экономического развития, инвестиции, курс доллара, курс нашей валюты, лари, практически по всей. И в целом состояние людей, благосостояние людей, конечно, по всем направлениям у нас бэкслайдинг. То есть мы идем назад. И мы теряем золотое время для реформ. Потому что единственное, что Грузия может, визитная карточка, сила Грузии состоит в том, чтобы быть очень активно реформирующейся страной. Страна, которая устанавливает тут демократию, которая формирует институты, и которая славится как раз тем, что мы вот в этом пространстве, которое полно проблем и конфликтов и так далее, и мы реформируем нашу страну. И вот этого ощущения, конечно, мы полностью потеряли. Потому что не то, чтобы никакие реформы не делались за эти годы, практически ничего не изменилось. Наоборот, по всем, по рядом всем направлениям мы идем назад. Состояние криминала тоже ухудшается очень сильно. И это, конечно, влияет и на туризм, и в целом на имидж нашей страны. И, конечно, это ощущение, что мы идем не вперед, а назад, очень большой вызов нашей стране. А что нужно делать, чтобы как-то интегрировать оккупированные территории? Что должно делать правительство Грузии? Это два направления. Одно направление, конечно, международное. Россия должна платить цену за то, что она делает в этих регионах. Она держит эти регионы как просто военные базы, полная изоляция, с точки зрения полной коррупции, криминал и так далее. То есть Россия, на самом деле, и с гуманитарной точки зрения, Россия – это преграда для человеческих условий жизни этих людей. И, конечно, все должны знать, как люди живут там. И, с другой стороны, мы должны показать, что, во-первых, неоккупированная часть Грузии гораздо более привлекательна, чем жить под оккупацией России. Вот это такой месседж, который очень важен на человеческом уровне. И есть определенные программы, которые мы там, программа травоохранения и так далее, какие-то программы, которые мы там пытаемся вместе с Евросоюзом, вместе с международными организациями финансировать. Но, конечно, Россия остается самой главной преградой, которой она понимает, что привлекательность Грузии – это опасность для оккупации. Поэтому они всегда создают преграды для того, чтобы люди там тут лечились и так далее, пользовались этими сервисами. Но самое главное, я считаю, и Россия, и эти люди, которые там живут, они должны понять, что интеграция Грузии в Европейский Союз и НАТО – это необратимый процесс. И в итоге перспектива развития в европейском пути, которым они тоже могут пользоваться. И Россия должна понять, что этот беркет влияния на Грузию, чтобы мы не стали членами ЕС и НАТО, просто не работает. И все равно мы станем членами этих организаций. И тогда, конечно, гораздо больше будет шансов восстановить территориальную ценность Грузии. А самое главное, эти люди, которые там же будут оккупаться, они должны понять, что благосостояние здесь, в Евросоюзе, НАТО и в Грузии, которые стремятся туда, а не в той оккупации, изоляции которых и держит Россия.